Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию финальная роль «Трагические смерти актеров на съемочной площадке». Зрители с удовольствием смотрят масштабные фильмы, в которых любимые актеры участвуют в захватывающих экшн-сценах. В погоне за достоверностью трудолюбивые звезды соглашаются самостоятельно выполнять опасные трюки без дублера. Однако в истории кино не раз бывали случаи, когда эффектные съемки оборачивались гибелью артиста, к большому сожалению. Сергей Бодров-младший. Картина «Связной». Начало трагической истории фильма берет с Московского международного кинофестиваля. Именно там Бодров-младший представил картину «Сестры». Никита Михалков вручил молодому режиссеру специальный приз – 10 тысяч метров пленки кодак. Позже на нее поставщик решил снимать свой следующий фильм. Съемки стартовали в июле 2002 года во Владикавказе. По сюжету герой Ильяс должен был поймать гадюку. Эпизод ставили в Кармадонском ущелье. Однако нужны были кадры, которые никак не получались и привели к задержке съемочной группы. Вечером произошел сход ледника «Колка». В результате трагедии погибло 23 участника команды Сергея Бодрова-младшего, включая и его самого. Стоит отметить, после инцидента фильм удалось спасти. В 2003 году из отснятых материалов удалось смонтировать короткий метр. Недостающие сцены заменили на закадровые текстовые вставки. Карьера молодой артистки Инны Бордученко оборвалась в самом начале. Во время съемок в картине Анатолия Слесаренко действия фильма разворачивались в шахтерском городке, который отстраивали комсомольцы. Их размеренный быт нарушает появление секты. В одной из сцен героине Бордученко предстояло спасти издание «Знамя», несмотря на пожар. Создателям картины потребовалось несколько дублей, чтобы добиться идеальных кадров. Артистке пришлось неоднократно входить в горящий дом. В какой-то момент у нее застрял каблук. В это время конструкция затрещала и обрушилась на Бордученко. На помощь к артистке пришли поклонники. Доноры сдавали для нее кровь и кожу. Однако ей не удалось выжить. 78% ожогов всего тела. Слесаренко осудили за трагический инцидент. Съемки картины завершил Сергей Параджанов. Он не только довел фильм до конца, но и сменил название «Так никто не любил» на «Цветок на камне». Евгений Урбанский. Картина «Директор». Съемки картины «Директор» проходили неподалеку от Бухары, Узбекистан. По сюжету персонаж Урбанского должен был появиться в эффектной сцене, где автомобиль перепрыгивает барханы из песка. Съемочная группа готовилась доверить этот эпизод дублеру – профессиональному спортсмену. Однако молодой актер был перфекционистом и рассчитывал самостоятельно сняться в экшн-сцене. Опасный трюк удалось выполнить с первого раза, но Евгений был уверен, что эпизод можно сделать еще лучше и попытался сделать еще один дубль. Вторая попытка обернулась трагедией. Автомобиль перевернулся, артист получил тяжелейшую травму головы. Урбанского не успели даже довезти до больницы. Он скончался в 33 года. После смерти актер оставил беременную жену. Она назвала дочь в честь знаменитого отца. Спустя годы фильм «Директор» вышел на экраны, однако главной звездой уже стал Николай Губенко. Андрей Ростоцкий. Картина «Моя граница». Молодой актер решил связать жизнь с кино по примеру отца, популярного режиссера Станислава Ростоцкого. Андрей с самого начала привлекал экшн. Он неоднократно играл героя военных картин и кассовых приключенческих проектов. Артист ответственно относился к постановкам трюков и даже научил делать это самостоятельно. Отказавшись от дублеров, Ростоцкому удалось добиться успехов в экшн-сценах. Так он стал одним из членов жюри на Московском международном фестивале каскадеров. Поэтому на съемках сериала «Моя граница» звезде смело доверили играть в опасных и зрелищных эпизодах. Съемки драмы проходили в 2002 году на горнолыжном курорте в Зимнем Сочи. Актеру предстояло сыграть в сцене, где его персонаж бесстрашно взбирается на горный склон возле водопада. Ростоцкий положился на собственный опыт, восходя по горе без экипировки. Он сорвался с высоты 40 метров. Это падение оказалось для него смертельным. Это были знаменитости, которые погибли во время съемок интересных картин. Пишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете по этому поводу? Знаете вы этих артистов или нет? Смотрели картины с их участием или нет? В общем, пишите все, что вы думаете. С удовольствием прочитаю все комментарии и, конечно же, отмечу на всех. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok